Здравствуйте дорогие друзья! Как известно, 6 февраля этого года на территории Турции и Сирии произошло землетрясение, в результате чего погибло большое количество людей, как в Турции, так и в Сирии. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования Турции. У меня вопрос. Владимир Александрович, почему вы выразили свои соболезнования только Турции? Ведь землетрясение произошло не только в Турции, но и в Сирии. Вы, как руководитель государства, обязаны были выразить свои соболезнования обеим странам, поскольку в обеих странах произошло землетрясение и в обеих странах погибло большое количество людей. Аллахи Ахмед Алясин. Всем, кто погиб. Это первое. Второе. Что сказал Зеленский? Он сказал, что мне искренне жаль, конечно, тех, кто погиб во время землетрясения, но я надеюсь на то, что данное трагическое событие не помешает Турции и дальше помогать Украине. Это, конечно, фантастика. Это финиш. Это говорит о том, что Украина является страной-нахлебником. Получается, что ему все равно, что там погибли люди. Ну, погибли и погибли. Что теперь делать? Пусть дальше помогает Украине. Разве нормальный человек может такое сказать? Конечно же, нет. Неужели вы не понимаете, что сейчас им не до Украины? Им сейчас вообще не до кого? Они должны спасать раненых из руин. Должны их вытаскивать. Им нужно заново строить города, поскольку последствия действительно трагические в Турции. Ну, и в Сирии, конечно же, тоже. А почему вы не выразили свои соболезнования в Сирии? А я вам скажу, почему вы не выразили. Потому что Сирии, во-первых, самой нужна помощь. Не только потому, что там произошло землетрясение. Потому что в Сирии тоже идет война. Ну, не такая, как раньше, но тем не менее идет. И сейчас Сирии самой помощь нужна. Им сейчас... Они не находятся в такой ситуации, чтобы кому-то помогать. Они сами нуждаются в помощи. Российская Федерация оказала помощь Сирии во время землетрясения. Спасибо России за это. Они и Турции оказывают помощь. Спасибо им за это, как говорится. Землетрясение произошло в двух странах. В Турции и в Сирии. Не только в Турции. Как вы понимаете. А вы выразили соболезнования только Турции. Мало того, что вы выразили... Это какое соболезнование вы выразили? То есть вам все равно, что погибли люди. Это говорит о том, что вы страна иждивенец. Вы страна нахлебник. Владимир Жириновский, царство его небесное, дал однажды интервью украинскому журналисту. Что он сказал? Он сказал, что Украина страна иждивенец и нахлебник. Вы не страна. Вы мертвое государство Европы. Мы всех любим и уважаем, но нахлебников терпеть не желаем. Если вы такие гордые, живите за свой счет. И сами себе помогайте. Когда он только дал это интервью, мне показалось, что Владимир Вольфович не прав, поскольку так нельзя говорить. Все-таки это братская страна. Но сейчас, глядя на ситуацию, я понимаю, что прав был Вольфович. Царство вам небесное, Владимир Вольфович. Чем вы выражали такое соболезнование? Лучше бы вы его не выражали. О Германии что вы сказали? Мало того, что они вам поставили танки в качестве помощи. Вы сказали, что спасибо, конечно, за то, что вы нам помогли. Но вы могли бы все танки нам дать. У нас же война идет. И не только Германия. Вся Европа должна была все свое вооружение дать нам. Тогда мы поняли бы, что да, это помощь. А так, ну, спасибо, конечно. Но это не то. Владимир Александрович, пожалуйста, пересмотрите свои взгляды. Перестаньте быть нахлебником. Наглость, второе счастье, это как раз таки про вас. Ну, такого я не ожидал, честно говоря. Это был финиш, конечно. То, что мы надеемся, что это не помешает Турции дальше нам помогать. Но сейчас же не до вас. В результате землетрясения, которое произошло в Турции и в Сирии, даже азербайджанцы с армянами стали союзники. Поскольку и Азербайджан, и Армения отправили в Турцию гуманитарную помощь. Спасатели и из Азербайджана, и из Армении в настоящее время в Турции спасают из руин погибших людей. То есть горе объединяет и сплочает людей. Но это не про вас. Прав был Жириновский. Вы страна нахлебник. Вот это я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до свидания.